Всего в этот раз приняло участие 10 команд. Действующий чемпион, 20-я школа, выставила сразу три сборные, остальные образовательные учреждения по одной. Отрадно, что в этом году в турнире принимали участие сразу две сельские команды из Станционного Полевского и Мраморского. Мы играем в шахматы с детьми каждую неделю на компьютере и на магнитной доске точно так же и на деревянной доске, ну как обычно. Точно так же мы участвуем в шахматных турнирах с надеждой выиграть все-таки детей, набираем баллы, но в том году мы переиграли 21-ю школу. Мы были очень рады результату нашему, но сегодня вот смотрим, ждем своих успехов. Может быть когда-то все равно мы завоюем, как говорится, свою медаль или грамоту какую-то, или кубок. Сельские ребята очень ждут подобные турниры. Например, к этим соревнованиям они готовились с сентября прошлого года. В сентябре мы не попали, потому что я ковидом болела, а сейчас они вот все с октября, когда поедем, когда поедем. Все, я такая, ждите, все смотрю. Сейчас турниры белой ладьи. Я такая, дети, едем, все, они прямо на родостях, они давно уже ждут. Команды традиционно состояли из четырех школьников возрасте до 14 лет. Три мальчика и одна девочка. Так или иначе, все участники нынешнего турнира не новички в шахматах и знакомы с этой интеллектуальной игрой не понаслышке. Как всегда, победить хотели все, но главным фаворитом был действующий чемпион сборной 20-й школы. Сильная школа в шахматах, поэтому фавориты они, но есть и школы на севере, это в частности 14-я школа, 17-я школа. Есть молодые команды, то есть с перспективой это взять, допустим, 21-я школа, то есть опыта наберутся. Ну, в этом году, может, и не будут чемпионами, но в призерах эти школы тоже могут быть. Как можешь вообще уровень соревнований соперников отметить? Ну, для меня самый сильный соперник это будет Мовченек. Больше так-то, некоторые играют не так хорошо. Удастся вам в этом году шахматную корону в своей школе оставить? Ну, уже как три года у нас 20-я школа чемпион, поэтому может и еще раз будет. В итоге трехдневных баталий 20-я школа сумела удержать титул сильнейшей шахматной школы города. На втором месте сборная 14-й школы замкнули тройку ребята из восьмой. В личном первенстве по доскам победили. На первой доске Иван Матвеев, на второй Дмитрий Рыбачкин, на третий Сергей Кожинов и на четвертой Стефания Кузиванова. Теперь команда-победитель городских соревнований поедет отстаивать честь Полевского на региональном этапе. А там, если повезет и удачно выступят, получат путевку на всероссийские соревнования. Максим Исаенко, Алексей Карипанов. Новости 11-го канала. Максим Исаенко, Алексей Карипанов. Новости 11-го канала.